От 50 до 3000 человек собирают массовые культурные и спортивные мероприятия в Щелковском районе. Это в среднем знаковые события, такие как Пара Дня Победы, фестиваль Душоновские маневры, соревнования всероссийского уровня привлекают значительно больше людей. Обеспечить их безопасность условий обязательная для организаторов. На заседании комиссии по профилактике преступлений и правонарушений обсудили создание единого положения о проведении таких массовых мероприятий. Руководство профильных комитетов рассказало о комплексе мер, реализующихся перед каждым масштабным событием. Прорабатываются маршруты следований участников и зрителей, пути отвода транспортных и пешеходных потоков, на прилегающих к учреждениям территории, порядок регулированных их движений до начала и после окончания мероприятия, места стоянки транспортных средств. Разрабатывается порядок организованного выхода участников после окончания мероприятия, а также порядок их эвакуации в случае необходимости. Обеспечиваются меры пожарной безопасности. Непосредственную проверку места проведения соревнований на предмет его готовности членами организационного штаба с утверждением соответствующего акта. Также внеочередной инструктаж персонала, привлеченного к организации проведения мероприятия. Проверка работы охранных систем, видеонаблюдения и тревожных кнопок – все это предваряет массовые события. Теперь такую подготовку планируют привести к единому знаменателю, разработать соответствующие нормативные акты на уровне района. После майских праздников я буду уже жестко спрашивать по этому вопросу со всех учреждений, в поселениях. Мне не нужны передаточные звенья, понимаете, да? У нас есть Росгвардия, которая должна на эту кнопку заменикаться. Как бы в образовательном учреждении все сделано. В образовательном учреждении все кнопки выведены на ВОО, без всяких промежуточных звеньев. Мы планируем, что 3 апреля на следующей неделе мы с учетом всех тех замечаний, которые нам были сделаны, повторно направим этот документ для анализа нашим коллегам из юридического управления и системы безопасности. Также на совещании обсудили состояние подростковой преступности на территории района. Всего зафиксировано порядка 20 правонарушений с участием подростков. Большая работа по профилактике таких случаев проводится районной комиссией по делам несовершеннолетних. Руководитель профильного отдела районной администрации рекомендовала главам поселений активнее участвовать в подготовке таких акций. Это колоссальный пласт мероприятий, проводимых комиссией по делам несовершеннолетних. И каждый глава муниципального образования получает постановление главы Щелковского муниципального района о проведении того или иного рида, направленного на профилактику преступлений и правонарушений, на неисполнение родителей, на выявление родителей, не исполняющих родительские обязанности. В скором времени планируют усилить работу с родителями сложных подростков. Мы на комиссии приняли решение, теперь мы будем не только односторонне привлекать, да, папа, мама есть, значит папа и мама будут привлечены. То есть двойное будет наказание нести и папа, и мама, вызываться на комиссию, привлекаться к административной ответственности. Заместитель главы районной администрации также призвал ужесточить меры по профилактике незаконного оборота спиртных напитков, пресекать возможную продажу алкоголя несовершеннолетним. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».